Рене Грюо – величайший иллюстратор французской моды, признанный мастер, создавший великолепные образы рекламных компаний для модных домов Кристиан Диор, Баленсиаго и Сен-Лоран. Его называли гений лаконизма, певец французской моды. Иллюстрации Рене Грюо – это не просто рисунки, а произведения искусства, образец элегантности в модной иллюстрации и настоящий гимн женщине. Он родился 4 февраля 1909 года в семье итальянского аристократа графа Делла Каминате и французской графини Мари Грюо. Его полное имя – Рената де Дзавалье Ричарделли Каминате, граф Делла Каминате. Говорили, что он родился с карандашом в руке. Рисование с ранних лет было его любимым занятием. Он рос в состоятельной семье. Детство было счастливое и безоблачное, пока его родители не развелись. В 15-летнем возрасте вместе с матерью он приехал в Париж и был просто покорен этим роскошным городом, столицей европейской моды. Его художественные работы быстро нашли своих почитателей. Первый рисунок Грюо был опубликован, когда ему было всего 14 лет. Ему было комфортно в атмосфере моды и стиля. В 20 лет он начал карьеру модельера, но быстро понял, что перо и кисть ему ближе, чем нитка с иголкой. Грюо – фамилия его матери, француженки Марии. Именно этой фамилией он подписывал свои рисунки и эскизы, изящно исполненные черной тушью и красной гуашью с нарисованными гламурными дамами и джентльменами, которые рекламировали модные товары и роскошный образ жизни. Рисунки Рене Грюо дышали дорогими парижскими кварталами и гламуром. От его моделей в шикарных костюмах веяло богатством и успехом. Журнал «Л'Оффицель» первым опубликовал рисунки Грюо, и с этого момента у него не было недостатка в заказах. Но настоящий успех пришел к художнику после предложения великого крестьяна Диора, который доверил ему создание модных иллюстраций для рекламной кампании духов «Мисс Диор». Этот контракт положил начало их продолжительному сотрудничеству, которое принесло Грюо славу и состояние. Лебедь с двумя жемчужными ожерельями на длинной шее и веер в руке, обтянутый перчаткой, символизировали духи «Мисс Диор». Заказчиками работ художника-иллюстратора становились знаменитые модные дома и успешные кутюрье. Он угадал стиль и направление яркой, запоминающейся рекламы, роскоши и гламура. Его моделями были красивейшие женщины мира. Художник умел играть на ассоциациях и намеках. Остроносая туфелька, заглядывая в приоткрытую дверь, намекала на облегающий костюм Диор, а черная юбка на красной лестнице подразумевала роскошное белье-мскандаль. Грюо был лаконичен и изобретателен. Недосказанность была любимым приемом Грюо. Его модели носили модные перчатки и широкополые шляпы, бросавшие на глаза таинственную тень. Этим дамам очень шли наряды от Пьера Бальмена, Юбера де Живанши, Кристиана Диора, Жака Фата и других модных и дорогих кутюрье. Рекламная иллюстрация мира моды диктует определенные правила – строгость, простота, создание четкого образа. Работа Рене Грюо отличает гибкость линии и определенный набор используемых цветов – белый, красный, черный, золотисто-желтый, иногда зеленый, а цветы цветут только на модных тканях. Он оставался истинным аристократом в творчестве, простые сюжеты, легкость исполнения и ни капли ульгарности. Женщины на иллюстрациях Грюо неизменно элегантны, ускользающая красота – так можно описать его иллюстрации. Во время Второй мировой войны Грюо потерял многих своих клиентов, рискуя карьерой, а иногда и жизнью, он помогал еврейским беженцам. После войны индустрия моды постепенно восстанавливалась. Богачи и аристократы уже не могли позволить себе вести роскошную жизнь, и мир моды изменился. На первый план вышел покупатель среднего класса, желавший получить эксклюзивный товар за небольшую стоимость. Дома моды создавали новые коммерческие линии, более демократичные и доступные. Для Грюо начался новый, не менее плодотворный период в работе. Ему предстояло создавать мечты, предлагать роскошную рекламу для массового производства. Так Грюо стал художником, создающим мечты. Всю жизнь Грюо прославлял гламур и роскошь. Но в 60-е годы 20-го столетия Европу захватило движение хиппи, которое отвергало гламур, красоту и элегантность. Рене Грюо покидает свой любимый Париж и перебирается в Италию, где начинает сотрудничать с дизайнером Валентина. Известным своей любовью к роскоши и красоте. В 70-е и 80-е годы иллюстрации Рене Грюо вновь становятся популярны и достигают своего пика. Он выполняет заказы для ювелирных и парфюмерных компаний. Продолжает сотрудничать со знаменитыми брендами мира моды. В последние годы мир моды перестал радовать и вдохновлять художника. Точнее, ему перестала нравиться мода этого времени. Он недоумевал, зачем женщины так себя уродуют. Разочаровавшись в современной моде, он нашел утешение в живописи. Давняя подруга Лаура Биаджотти, с которой он дружил более 30 лет, пригласила его расписать стены своего замка. В 2011 году Джон Гальяна, арт-директор модного дома Кристиан Диор, создал коллекцию «Весна-лето», которую посвятил творчеству Рене Грюо. Рене Грюо умер в 2004 году в возрасте 95 лет на руках своего приемного сына в Риме. Он не хотел пышных и громких похорон. Согласно завещанию художника, о его смерти объявили лишь после погребения. За 70 лет своей работы Рене Грюо создал более 80 тысяч иллюстраций. Каждый его рисунок – это настоящее произведение искусства и соответственным образом оценивается на аукционах в наши дни. Они продаются по цене от 2 до 10 тысяч английских фунтов стерлингов, иногда и дороже. Рене Грюо был истинным аристократом от искусства, сдержанным и изобретательным, благородным романтиком и храбрым человеком. Рисунки Рене Грюо не теряют ценности и в наши дни. Они заслуженно считаются верхом элегантности в модной иллюстрации. Если вам понравился мой рассказ, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал «Втория Диарды».